Стройный хор прихожан и десятки жителей Биробиджана поддержали крестный ход с копией иконы Албазинской Божьей Матери. Начавшись со службы в Кафедральном соборе, он продолжился уже по улицам областного центра. Этой традиции уже больше 10 лет. Эта традиция была еще в дореволюционной России в начале 20 века в Преамурии из города Благовещенска до Николаевска на Амуре. Во вторник после Дня Святой Троицы отправлялась древняя албазинская икона, которая прославилась на рубежах нашего Отечества, когда казаки защищали албазинскую крепость. Как раз в память о славных подвигах казачества на землях еврейской автономии приняли решение о возрождении крестного хода, который сегодня проходит практически все населенные пункты ЯО. Помимо того, что икона посетит приходы районные центры, приграничные населенные пункты Заставы, она также побывает и в местах лишения свободы. Будет совершено несколько богослужений в исправительной колонии, в лечебно-исправительном учреждении, в Биробиджанской воспитательной колонии. Одним словом, хотелось бы, чтобы как можно больше людей вознесли свои личные молитвы и получили от Пресвятой Богородицы помощь, заступление, защиту. Крестный ход ценен именно этим, когда личная отдельная молитва каждого человека укрепляется силой общей соборной молитвы. Крестный ход из Кафедрального собора двинулся в храм святителя Николая, а затем в женский монастырь села Раздольная. Пройдет он по пределам Биробиджанской епархии до ноября и завершится принесением иконы в Кафедральный собор, где она будет помещена на постоянное место хранения. Вячеслав Пасманик, Павел Славин, Новости 21.